Беларусь — это красивая, с богатыми традициями и великолепной природой страна. И в каждом уголке нашей Родины есть настоящие герои, сильные и добрые, надежные и любящие свой народ и свою землю. Добрый день! Меня зовут Оксана Канашец, и сегодня очередная серия нашего проекта. О простых, незаметных, но очень важных людях, без которых немыслима спокойная и безопасная жизнь в любом регионе. О людях, способных вложить душу, придать смысл и остроту, раскрывая их в соль земли. Житковичи — небольшой и уютный город в Гомельской области. Размеренная жизнь позволяет нашему герою душой отдаваться любимому делу и делиться этой радостью с другими. Знакомьтесь, Владимир. Здравствуйте! Меня зовут Владимир, я проживаю в городе Житковичи. Здесь я родился, вырос. Выбрал я эту профессию, потому что считаю, что могу помогать людям, могу решать какие-то проблемы, возникающие у людей. И, в принципе, быть полезным на этом облике. Мы пытаемся привлечь детей к занятиям физической культуры, спортом. Организовываем для них турниры по мини-футболу, туристические слеты. После работы бывает такое часто, что я занимаюсь хобби своим. Почему дерево? Ну, мне нравится, что с него можно делать, в принципе, разнообразие изделий. Естественно, изначально-то не было каких-то инструментов, да. Самое простое — ножовки, дрели. Ну, наверное, и все, да, в то время. Ну, когда уже подрос, все равно эта тема у меня оставалась актуальной. Я считаю, что сотрудник инспекции по делам несовершеннолетних для подростков, он, в первую очередь, должен быть другом-товарищем, да. То есть, чтобы ребята не с боязнью, да, относились к нашим даже беседам, разговорам и просто встречам, а с пониманием шли на контакт. Когда рождался второй ребенок, лет шесть назад, в ожидании, скажем так, для того, чтобы детям было где играть во дворе, ну, пришлось создать такую конструкцию, да, горку, летний домик, двухэтажный, со светом. Ну, на изготовление ушло примерно недели-две. В принципе, конструкция довольно жесткая, да. В принципе, уверен, что дети здесь не получат какую-то травму. Детали крепкие, в принципе, удерживают и без взрослого человека. Были и плохие, и хорошие моменты в службе. Ну, из плохого, наверное, изъятие детей из плохой семьи, где родители, пьющие в одной из этих семей, изнимали шесть детей от одного года и до шести лет. Ну, это тяжело, конечно, когда у тебя самого есть дети, и когда видишь, как родители безответственно относятся к своим детям. Плохой. Я здесь не пропадаю, я, скажем так, отдыхаю здесь. Отдыхаю душой после тяжелого рабочего дня. Не напрягаясь, скажем так, не спеша, что-то делаешь, додумываешь, походу, придумываешь, да. Ну, а получается в итоге, на мой взгляд, неплохо. В отделе все знают, да, потому что, ну, я и в отдел некоторые вещи делал. Ну, мне интересно просто так что-то, чтобы какая-то память, скажем, оставалась. Футбол, да, настольный. Надо было бы выпилить фигурки игроков, да. Приходилось думать, как их из чего, во-первых, сделать. Пришлось рисовать, придумывать, выпиливать, скажем так, как вечером однажды сидел, мониторил интернет, да, картинки, искал что-то очередное, что можно сделать. Ну, наткнулся на изготовление стола, да, бильярного. Просто появилось желание проверить себя, скажем так, можно ли самому сделать. Чертежи, борта, борта пришлось долго усчитывать, потому что от диаметра шара, в принципе, подбирается и резина бортовая, и высота борта, чтобы он, скажем так, не вылетал. Да, после этого на этом этаже побывали, в принципе, большинство коллег, кому интересен, в принципе, этот вид спорта. Я добрый, на работе я добрый, хотя до поры до времени бывает разное. Но стараюсь, стараюсь относиться к людям хорошо, с уважением, добротой и где-то помочь, чем могу. Редактор субтитров А.Семкин